здравствуйте зима у нас еще в разгаре поэтому будем рисовать красивый зимний пейзаж очень простой рисунок нам потребуется как всегда плотная бумага или холстик на чем вы там рисуете картон очка краски акварель гуашь акрил масло это все умею чем можно делать любым материалом принципу то я вам покажу как смешивать краски пару кисточек может быть даже зубная щетка наш любимый инструмент мы когда и делаем снежок да вот она у нас тоже покрашена вся водичкой салфеточки так берем крупную кисточку и начинаем находим середину нашего листа вот и примерно вот тут набрасываемся ведь у меня даже мокро после прошлого рисования набрасываю линию горизонта может быть чуть чуть ниже чем середина ничего страшного цвета нам потребуется желтый голубой вот у меня даже синий голубой получился берите любые которые у вас есть наличие чем больше цветов чем радужная картинка тем веселее получится пейзаж итак желтый голубой синий белый фиолетовый у меня были остатки черный красный уже хватит но если есть что-то больше берите что-то больше итак вымываем кисточку если у вас грязная как у меня берем голубой смешиваем желтым получается с тобой красивый зеленый или даже бирюзовый цвет можно сразу белого туда добавить и начинаем вот с этого цвета рисуем взяв вот это за середину вот примерно в равных таких направлениях раз вверх вниз одинаково размазали 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 такими красивыми мазочками дальше можно желтенького ввести причем вот видите выше ниже делаем такую лесенку вписываем один цвет другой потом можно взять даже розовый цвет туда ввести после желтого очень хорошо брать розовый потому что он красиво смешивается в оранжевый не будет грязи давать вот после зеленого красный лучше не брать после желтого можно можно фиолетовенький взять сюда же можно больше с белым его смешать туда можно продлить прям до низу делаем такие красивые окончания не везде я дохожу до конца где-то просто оставляю красивыми пиками можно чистый фиолетовый уже ввести почему нет раз он у нас есть чисто фиолетовым поработала можно опять красненьким уже видите покороче делаю мазочки были подлиннее здесь покороче можно опять желтый можно здесь даже кое-где вводить не бойтесь вот так вот возвращаться обратно и где-нибудь еще что-то прорисовывать давайте вымоем и после желтого зелененький сделаем опять этот наш желтый с голубым смешаем белым даже вот что-то такое зелененькое можно чисто голубое с белым все это так как будто мы начинали с длинным чего-то и закончили таким коротеньким можно даже с фоном поработать но это основной наш цвет а фон сделайте такой вот голубой с белым прям совсем совсем разбеленный разбеленный можно кое-где еще и можно даже еще более разбеленный чтобы он не спорил с основными нашими цветами тут вот так вот можно где-то соединить с основными цветами где-то не соединить просто чтобы не было такого чистого белого листа здесь тоже самое добавили голубенького побольше поменьше вот дошли до на своих цветовых пятнышек и не дошли до них вот так вот украсили просто свою работу еще и такими цветами можно взять чистый синий и чистым синим ведь я не перекрашиваю свой зеленый я лишь добавляю к нему некоторые цвета сюда тоже взяла и добавила чтобы было более цвет но главное симметрично добавляем если сверху добавили то и снизу точно также добавили вот сюда взяла и добавила полосочку а куда захотела смотрите куда вы хотите так от такого длинного мы сейчас и голубого сюда добавлю вот так сужающимся словом или кисточку как раз пока подсохнет у вас теперь помните мы рисовали себе линию горизонта чуть ниже чем посередине листа вот находимся и отступаем чуть ниже давайте возьмем кисточку кин средненькую не очень тоненькую не очень толстую возьмем белый цвет и еще раз где-то здесь у нас будет линия горизонта вот так пойдет у нас и нарисуем снежный остров такую полоску земли главное что все 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 у вас цвета подсохли вот у нас и ничего не высох по нему будет сложно рисовать лучше переждать пока он подсох ведь фиолетовый затрагивал надо выждать пока высохнет все время рисуем белым пока берем белый вот особенно ведь у нас слева у нас даже те цветовые пятна больше значит и остров наш будет тут выше такой холл пойдет а сюда будет сужаться так всегда когда край земли вот к реке сходит вот у нас так он смотрится русская полосочка потом заканчивается возьмем голубой цвет чуть-чуть его чуть-чуть заголубим так как это снежок придадим в такой голубоватый оттенок особенно снизу вот здесь сверху делаем таким неровненьким чуть-чуть добавим несколько вот таких холмиков можно даже с капелькой черного смешать на только капельку-капельку не делать эту черные полоски такой сероватый скажем так сюда добавили сюда черный можно синим смешать и по низу добавить вот тут он не помешает так по низу чтобы было видно что это низ то там тень появляется на воде точно так же видно тень вот и особенно здесь у края обязательно есть эти пока остановимся нашим островом поработаем с елочками берем давайте начнем с тоненькой кисточки там посмотрим черную краску тоненькую кисточку находим любое место откуда будет елочка начинать стоять отсюда будет начинаться елочка вот самая высокая ставим такую тоненькую сначала потом зигзагами туда-сюда туда-сюда но асимметрично расширяется к низу конечно но все время выходите из из ровно вот это вот такого знаете зигзагообразного направления чтобы то тут вылезла какая-то веточка то там вылезла веточка как и елки в природе пусть она будет такая высокая и узкая но кривенькая не бывает ровных идеальных елок туда-сюда туда-сюда вот так красиво нарисовали елку прям до низа идем вот к низу она расширяется и вот так вот к острову подошла есть вот и чуть-чуть и так покривили еще вынесли некоторые веточки это будет самая высокая наша елка выше не надо делать остальные ниже возле нее давайте вот здесь делаем точно таким же принципом вот туда-сюда 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 покривее можно здесь выше или ниже ну пусть будет еще ниже теперь все главное чтоб снизу тут у нас было самое темное место везде они сходились и создавали такую густоту последняя пусть будет здесь по отдалит них на может не последнем и еще подумаем может здесь еще самая маленькая нам так между ними для симметрии и здесь что-нибудь такое маленькое вот здесь нам нужна елочка не выше чем это так вот на желтом очень красиво смыть как она там светится потому что светлый фон появилась такая же елочка между ними пусть будет поменьше снизу сплошная чернота должна быть чтобы густенько казалось здесь еще одну давайте нарисуем сейчас сколько у вас поместится столько и рисуйте главное чтобы они были эти выше ниже выше ниша выше ниже асимметричные такие . здесь куда-то там ушли они теперь снизу нам обязательно нужно тоже сделать продолжение елочек но мы не будем рисовать абсолютно такие же мы возьмем и ровно видите под этой елкой я просто делаю вертикальные мазочки все вот так от верха и вниз отпускал на полусухая кисточка просто видите полусухие мазочки дает чтобы были не очень навязчивая такими навязчивая здесь под каждой елочкой делаем соответствующие черные маски от каждой под каждый ну и помню что вот тут у нас между ними тоже чернота можно так полусухой кисточкой заполнить ее чтобы не было одной сплошной черноты но было похоже так под островом все стало темненьким есть красота теперь черные смешали с белым можно чуть больше черного и вот ну хотя бы под основной елкой давайте дадим теньку такую серенькую ну чтоб было видно пусть она вот нас тень дает она ближе всех а все остальные даже тень можно только чуть-чуть здесь на снег можно желтенького чего-то добавить берем желтый с белым смешиваем просто чтобы он стал более цветным раз у нас здесь желтого много эти подсветим наш снежок чуть-чуть что можно сделать пару белых елочек для красоты вот здесь вот на фоне чего выбираем какую-нибудь толстую черную елку и прям по ней рисуем точно также тем же макаром но белую чтобы не было сплошной такой черноты для разнообразия красивую можно здесь еще одну вот тут взять и нарисовать неожиданно да так раз черные черные шли а тут раз и белая елочка а как красиво получилось еще здесь ведь одна сплошная чернота давайте здесь маленькую маленькую такую белую елочку нарисуем мне нравится такие неожиданное решение когда раз такая елочка возникла можно есть здесь если хочется не хочется не рисуйте можно беленьким например вот тут на черной елке у нас они не совсем четко вот можно снежка и добавить на веточки например вот с этой стороны особенно слева немножко на елочку захожу так раз 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 и везде давайте по левой стороне вот представим что может свет упал до с левой стороны у нас на елочка появился такой снежочек здесь можно здесь много не рисуем он нам не очень-то нужен вот этого вполне достаточно теперь так как это небо это вода нам нужно воду сделать похоже на воду берем черный цвет и делаем на ней горизонтальные такие тоненькие полосочки только не через все пространство а вот такие коротенькие вот они бывают так по две часто вот на воде настоящий характерно как будто ветер вот подул появились такие полоски сильно не увлекайтесь чтобы не получилось зебра у вас можно сделать фиолетовым даже эти полосочки еще парочку можно сделать белым белым особенно хорошо тут по черному чем ближе вот к нашему острову к тени тем больше белых полос чем ниже чем ближе к белому фону тем больше черных полосочек теперь это уже хоть что-то похожее вроде как настоящую воду как будто ветер дует и создает такую рябь вот поближе к острову мы только не увлекайтесь не нарисуйте слишком слишком много много нам тоже не нужно вполне себе есть можно взять кисточку макнуть ее воду вот все летом например так чуть-чуть размешать получит такие вроде как снежок но я сейчас не снежок рисую я пока просто делаю картину сочной яркой снег будет белым но у нас и небо не бывает такого цветного правда поэтому я делаю снег вот таким вот красивым смотрите розовыми такими ляпочками чтобы красиво его как-то изобразить на елку я бы рекомендовала снег все-таки белый потому что розовый просто будет незаметен можно так сразу смешать белый и уже ляпнуть вот на елочке такой снежок можно еще макнуть немножко водой сделать чуть пожиже и вот хочется если честно мне вот мелковато скажу правду мне кажется мелковатые тут снежки хочется такого крупного ляпа такого крупных клякс крупных брызг потому что такие крупные на смолочки в этих сделаем берем еще одну кисточку и зубную щетку стучим из тёж точнее будет под будет красивый о брызги смотрите какая красота брызги так брызги это я понимаю хоть еще синим смешаем вообще будет класс вот тут особенно там где у нас фон да прелесть сразу какая-то уже интересная фактурка появилась можно взять маленькую кисточку и еще под так вот подтыкать каких-нибудь красных мазочков это может быть слишком большая я бы ее немножко скрасила а можно так оставить можно взять белую звезду там вот тут нарисовать как мы рисуем крестик до поперек и от нее такой хвост как у кометы вот еще стоим еще побольше пожирнее звезду нарисую если вас смущает какая-то ляпка берем салфеточкой а вот смущается у нас слишком крупная здесь вот так промакиваем и черным цветом просто зарисовываем ненужный нам такой выбеленный наш ненужное место выберем все получилось уже вроде как мы спрятали ляпка это не очень видно а вот эти мне нравятся наоборот как раз это делает картину веселее какой-то такой более не знаю живой что ли все мы закончили нашу зимнюю новогоднюю картинку рисуйте с удовольствием подписывайтесь на мой канал и следите за новинками они выходят часто и будем часто вас радовать новыми уроками пока